Осень вступила в свои законные права, но солнце дарит нам яркие, теплые, ноябрьские деньки. Деньки, когда самое время, чтобы снимать последние яркие кадры. А для того, чтобы их снять, нам нужна хорошая техника, на которую не у всех из нас есть деньги. Поэтому многим из фотографов приходится выкручиваться имеющимися под руками средствами. Имея хорошую, либо средненькую камеру, они не имеют возможности приобрести к ней добротные современные автофокусные объективы. И тогда выход находится простой и очевидный. Использовать старую, вышедшую из употребления технику. Например, это многочисленные советские объективы. Юпитеры, Гелиусы, либо немецкие Цейсы. А для того, чтобы их использовать, понадобится им такая полезная вещь, без которой не обойдешься. Переходник. Героем нашего обзора становится переходник 42-й резьбы на резьбу Sony NEXT. Современный байонет японской фототехники. Итак, что мы видим пришедшим нам из Китая товари? Это очень хорошая, добротная коробочка. Она очень аккуратная, покрашена в черный цвет. Внутри нас встречает аккуратно завернутый, всеми любимую пупырчатую пленку, переходник. Выполнен он в двух цветах. Черным и некрашенном металле серебристого цвета. Также есть небольшая пипка красного цвета, которая показывает о том, где именно нам следует его фиксировать. Что мы можем сказать о размерах данного переходника? Он немножко внушителен. Например, его высота составляет 3,5 см, внешний диаметр 6 см, а внутренний, как вы, наверное, уже догадались, 4,2 см или 42-я резьба. Что можно получить с данным переходником? Можно получить все. Он великолепно держит бесконечность. У Sony нет такой проблемы, как у Nikon, когда рабочий отрезок не позволяет сохранять бесконечность без компенсационной линзы. Sony в этом отношении впереди многих. Какие же могут быть недостатки у данного переходника? Многие из нас, забывая о такой вещи, как прыгающая диафрагма, могут использовать на зеркальной камере объективы типа Helios 44M6, Jupiter 21M, где прыгающая диафрагма выступает в виде небольшого элемента, который может зацепиться за зеркало, что приведет к печальным процессе, печальным последствиям. Но это в том случае, если объектив при смене своих параметров выдвигается вовнутрь, как, например, это происходит с Helios. Мы же будем тестировать данный переходник с беззеркальной камерой, первоначальной псевдозеркалкой от Sony, Sony A3000. Мы снимаем родной объективчик, самый простой, 15-18-55, закрываем его еще одним китайским товарчиком. Это вот задняя крышечка. Как мы видим, зеркала здесь нет, соответственно, цепляться нам не за что. Находим красную штуку, сверяем ее с белой штукой. Он великолепно садится щелчком. А объективом у нас сегодня будет выступать любимый многими обладателями советской техники Helios Industar 61LZ. 2,8 диафрагма, 50 фокусное расстояние. Он известен как самый лучший мокрушник, не из мокрушников. В советское время единственным настоящим мокрушником был волна 9, поэтому все крутились как могли. Однако макрофото нас сейчас не волнует. Нас волнует именно переходничок. И что мы можем увидеть? Мы можем увидеть, что сидят они достаточно красиво. Единый черный ансамбль из трех деталей. Конечно, фотоаппарат стал намного тяжелее, потому что Industar переходник – это чистый металл, а фотоаппарат – это очень много пластика, что делает его на внешний вид достаточно хрипким и слабеньким. Ну а сейчас, присоединив переходник, мы можем смело идти на улицу и снимать последние моменты осени теплой и такой доброй к нам, дающей в середине ноября такие яркие солнечные деньки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...